Так, мы взяли высоту 2040 на планете, и ждём ответа G6. Классический рейтинг Петра Андреева. Так, ну, вот, когда против вас ходит E6, Никит, нужны какие-то оригинальные... Смотри, E6 — это ослабление, правильно? Ну, естественно. А ты что, думаешь, надо цеплять эту пешку? Да, F4, две места. Да. Королевский гамбит, вот, как только вы видите. И F5. Вот такой создаём квадрат. В этом мы... Сейчас он не сможет удержаться, и он должен будет побить на F5. Ну, это очень заманчиво. Да, и теперь мы развиваем слона на активнейшую позицию. То есть, вы должны понимать, ребята, то, что самое главное в шахматах — это быстрое развитие. Если вы хотите убивать соперника в дебюте, жертвуете одну, две, три, четыре, пять пешек. Можно пару фигур накинуть. Да, сейчас... Конечно, конечно, желательно идти королём на E6, там... Е6, там... У нас же 5 выпадет. По-моему, мы сейчас мат дадим. Ну, по-моему, мы не тут. Но, тем не менее, гамбит любопытный. Это два... Это два... Король Д2, король С1, наверное, это слишком все-таки. Коэм, я думаю, все-таки 2-0 сыграть. Итак, тем... Тем временем мы уже порядочек, порядком ослабили короля нашего соперника. И своего... Свой-то у нас всегда не совсем уменный. Вот это очень неприятное угроза. Возьми, пешка на бассейн, пешка на них, словно B4. Видимо, просто соперник возьмёт B3. Да, потому что... А, нету. Вот, визит, хороший хороший ход. Воды 4. Да, продолжаем усиливать давление на пункты E6. На пункты E5. Да, не на пункты E5. А почему сравним не можно было? Нельзя было пробить на E5, Владимир? Её и неудобно. А наш там никого не атакует. А вот теперь там... Вот. Да, теперь процвет так. По-прежнему бросит конь E5. И первые 6. Ну, сейчас, наверное, выбьёт коня. А конь-то был неплох. Ну, ничего, конь через E2 придёт на это поле. Может быть, даже на каждой... Мне кажется, вот я с АП, я иди. Ну, может быть. И так, у нас соперник задумался. Да. Все-таки все равно. Ну, что ж. Не так плохо играет наш соперник. Тяги, там и зеркал. У нас вообще, по-моему, одинаковое количество фигур. Да, только пешек меньше. Раза в четыре. Так, ну... Что у нас? По позиции. Мощнейший. Мощнейший конь на D4. В какой-то момент мы можем передумать, атаковать и взять на B7. Но это будет не в этом... Не в этой жизни. Да, тонкая атака на нашего ферзя. Да, мы сыгаем коней E6. Это провокация. Сейчас он захочет побить. Почит пойти на D8, и мы дадим вилку. На D8, видимо, он не захочет прийти. Мне кажется, захочет. Я бы не захотел. Тогда мы возьмем на E5, и он получит мат. Я угадал, во-первых. Да. Вряд ли это очень хорошо, если честно. Стоп, а теперь вот есть какие-то идеи... Не, смотри, мы должны все фигуры включать. Так, у них E4, E9, E5, что еще надо? Не, ну сильно, сильно играет белая. Пока соперник занимается непонятно чем. Все, и тут уже мат просто ведь. Конь C7 там. Давай посчитаем самый быстрый. Он же тут есть 100 баллов. А нет спертого здесь, Никита? Нет, здесь по-хорошему-то он вообще мата нет. Но ему придется расставаться с большим количеством материала. Спертый никак не нарисуется, да? К сожалению. Ну подожди. Смотри, может быть мы вообще не будем давать шаг этот? В чем идея? Усилить позицию ладя F3? Ладя H3, я думаю. Ладя H3? Тогда я буду. Тогда А4, правда, будет. Ну А4, Ферзь А4. Ну там B5. Ммм-мм. Ну самый сильный ход Конь D7. Не, да это, это понятно. Это был понятно. Ну это самый быстрый маг. Как толькоane. Всё-таки уходит под эту, под, 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 по N6. Придется егать по N7. 7 ну конь d6 5 король f8 король f8 конь е6 да соперник сдался я бы порубил флаг в этой позиции да действительно нет никого мата хотя может быть мы неправильно сыграли нет мы правильно сыграли видимо давай в этом не получилось никого камбэка как не получилось мы отдали все пешки так вот c4 английское начало Никита как играть мы сыграли в предыдущей партии е4 е6 f4 d5 f5 как мне могло получиться камбэк так вот смотри я предлагаю упереться всеми фигурами вот пешку на b5 ну хорошо она очень сильна сейчас слон f6 нет конь f6 конь c7 и слон f6 а да пока заранее защищаем эту пешку много раз да да сейчас слон f6 ладья b8 ферзь c8 и ферзь b7 да теперь мы вцепились зубами да да и к сожалению я не вижу еще одного поля с которого можно защитить эту пешку это придется развиваться так ну определенно хочу здесь сказать то что за пешку в b4 я не переживаю в b5 пошлабляем все поля пошлабляем все поля можно и знаешь нужно в какой-то момент пойти вы до 2 0 конечно и отвести все фигуры на ферзевой фланг да ты прав все фигуры на ферзевой фланг немножко поспрашнее потому что все фигуры немножко не там где надо стоять для защиты поэтому придется везти их обратно ну вот как обычно потратили мы первых ходов 15 на то чтобы это то чтобы везти свои фигуры обратно в защиту а вот соперник хорошо сыграл ферзь h4 не пускай от нашего кроля на е7 а вот он очень хотел туда бежать не всего а вот может быть надо было пойти h5 тонко с идеей на ферзь h5 сходить король е7 вот видишь идея сработала без входа h5 нет понятно ты вижу с 5 уже никак не дотянет доход кстати грамотно слон d5 именно слона оставляет просто наш-то парень на а6 вообще сильный мальчишка смотри сколько у него полей в этой партии наш слон на а6 сыграет решающую роль это естественно в этом никто не сомневается темная лошадка темный слон темный слон ну он на самом деле темный мы же за черных играем на самом деле слон сейчас король на c6 идет так я тебе давно говорил о этой идее еще когда продавал подашь 5 пока видишь пока не дают пока он поле по 7 держит что же делать придется в качестве временной меры поставить сюда ферзя а потом сюда слона потом сюда слона вот идет он на g7 но он нас подталкивает к этому моменту а нам сейчас мат будет а так надо изучать в общем постамат получить если это все 7 но уже 7 кроме 8 такая идея но больше нет нет есть кроме 7 но там все пешки съезд и перейдет в речку не волну можно неволгоприят отлично отлично король на а8 будет чувствовать себя просто фантастика нужно он еще открывает игру там где нам нам надо мы не поможем и слон 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 могущественно наш соперник почувствует слон мощь этого слона я сдался наверное не на позицию удручающихся 8 вообще в черных как король на а8 сейчас будет монстром никита нужно уже по пора играть король а8 а вот наши ладики и заметьте слон с пункта а6 отрезает важнейшее поле для сначально движения ладьи пункт f1 может быть жертвы жертвы про а не проходит да беда в том что он с шахом бьет ммм стоп а может быть король б7 ну всегда взяли а заматуют да ну побежали на б5 без разницы да ты прав там поближе к нашим подружкам побежим сюда так все шахи закончились да поближе много пешку примерно шесть за слона а компенсация компенсация есть у белых за фигуру мы сейчас ман дадим успокойся ну я согласен да вот он сейчас будет отдавать ферзя поехали убьем ладно партия закончится рубка флага ну чё взял все взяли на ф2 ну а чё делать у меня лаги у меня лаги лаги ладно успеем 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 слон б7 слон б7 не надо управлять все занимайся у тебя целых 14 секунд да более чем достаточно в любой момент когда он пойдет вот слона 8 можно так непонятно как здесь давать мат если честно ой 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 а грозит нельзя играть е8 ферзь по причине мат в два хода да да отлично так что ты не договорился до этого да всем спасибо за внимание было кто стал и шаши волю в этой партии всем спасибо 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 спасибо